Голокова Виктор Иванович, кандидат экономических наук, ректор университета рабочих корреспондентов с докладом экономической основы роста производительности труда в советской экономике. Дорогие товарищи, нынешняя наша конференция дает возможность, конечно, в достаточно спокойной, комфортной обстановке проанализировать великие достижения, успехи советской революции, а также ошибки, извлечь определенные позитивные выводы для дальнейшего развития. Начали мы, естественно, с анализа политической основы советской власти, это диктатура пролетариата. Также важнейшим вопросом является рассмотрение закономерностей функционирования, развития, становления советской экономики. У Владимира Ивановича Ленина есть много замечательных, гениальных мыслей по этому поводу, многие из которых стали крылатыми фразами, они очень известны, люди старшего поколения, безусловно, помнят, что экраны телевизоров всегда были полны цитатами из Ленина, во всех учебниках, газетах, на плакатах, на огромных плакатах на улицах. Одна из этих гениальных мыслей звучит следующим образом, что производительность труда, это и самое важное, самое главное в деле победы нового общественного строя. Но, как говорил другой гениальный мыслитель Гегель, известная не есть еще познанная. Вот хотелось бы остановиться на этом, немного порассуждать вместе с вами. Почему вот Ленин высказал эту мысль? Давайте вернемся к началу. Цель социалистического производства, тоже вроде как всем известна, это обеспечение полного благосостояния и всестороннее развитие всех членов общества. А как нам достичь этой цели? Вот мы собираемся вместе с рабочим классом, трудящимся, строить и развивать социализм и достигать эту цель. Ну, давайте так условно разобьем на две части. Первое, обеспечение полного благосостояния. Ну, совсем по-простому. Надо, чтобы все члены общества были накормлены, как следует, одеты, чтобы было жилье, был соцкультбук и так далее и тому подобное. А каким образом это обеспечивает? Ну, надо строить заводы, да, вроде как, на поверхности лежит. Производить нужную продукцию, строить дороги, жилье и так далее. Но есть пределы определенные. То есть, все, перемещение рабочей силы. Если при капитализме есть безработица, есть свободные производственные мощности, то при социализме безработицы нет. Как известно, уже после середины 20-х годов в СССР безработица была ликвидирована. Поэтому путь один остается, единственный возможный. Это повышать производительность труда. Тогда меньшими трудовыми затратами создаются большие потребительные стоимости. Вторая часть реализации цели социалистического производства. Это всестороннее развитие всех членов общества. Чтобы люди развивались, то нужно будет. Прежде всего, свободное время. А свободное время как получается? Люди один. За счет сокращения рабочих. А рабочее время как сокращать? Просто так вот, захотелись, 8 часов работаем, а завтра будет 4 часа. Нет. Ответ один. Выход один. Повышать производительность труда. Ведь рост производительности труда означает, что создаются экономические возможности, сокращение рабочего дня, соответственно увеличение свободного времени. А за счет увеличения свободного времени появляется время для творческого развития, для занятия государственного управления всеми трудящимисями и так далее. То есть, в этом плане следует понимать, на мой взгляд, ленинскую мысль. Повторюсь, что производительность труда и рост – это самое важное, самое главное в деле победы нового общественного строя. Идем дальше. У Ленина продолжение этой мысли. А каким образом, какими методами осуществить рост производительности труда? И он пишет в той же работе «Великий почин», что социалист должен своими методами, конкретнее советскими методами, осуществить это движение вперед. Вопрос, а что понимать под этими советскими методами? Я думаю, что ответ кроется в том, что социалистическая экономика – это непосредственно общественное производство, форма производства, диаметрально противоположная товарно-капиталистическому хозяйству. И основана она не на стоимости, и на законе стоимости, а на основном экономическом законе социализма, законе потребительной стоимости, который диктует нам выпуск необходимой продукции и основной требований экономистов, при постоянно снижающихся затратах труда. Ну вот, это теоретическая постановка вопроса. Я пользуюсь возможностью, хочу назвать тех гениальных, дающихся ученых, уже наших современников, которые обосновали вот эти положения, раскрыли закон потребительной стоимости. Это Василий Яковлевич Немеев, которого, к сожалению, нет с нами. Которого сегодня вспоминали. Вспоминали не случайно, совершенно заслуженно. Виктор Георгиевич Долгов, профессор, доктор наук. Михаил Васильевич Бобов, доктор философских наук, профессор. Ну, а мы будем двигаться дальше. Ну хорошо, вот это теоретическая постановка вопроса. Ну хорошо, мы с ней придем на советское предприятие, придем к рабочим, скажем. Вот, вы согласны с этим? Ну, в общем-то, согласны. А как я должен реально, так сказать, производить? Как будет оцениваться моя работа? Как будет стимулироваться мой труд? То есть, вот эта теоретическая постановка, без которой нам двинуться, разумеется, вперед нельзя, должна воплотиться в систему экономических методов управления экономикой. И эта система методов, соответствующая сущности советской экономики, была выработана в ходе строительства социализма, его развития. Нашими предшественниками, тоже гениальными людьми, которые в тяжелейших условиях создали эту экономику. Если брать только ее отдельную часть, которую я сегодня рассматриваю, а именно вопрос роста производительности труда, снижения затрат, то центральным звеном всей экономической системы, системы экономических методов планирования, оценки деятельностей, предприятий на рабочих местах, явилось снижение себестоимости выпускаемой продукции. Должен здесь кратко сказать. Себестоимость – это категория социалистического производства, означающая совокупный затрат непосредственно общественного труда на производство продукции. Дальше что происходит? Вот на предприятии рабочий коллектив потрудился, затратили определенные силы, усилия, привез к категории себестоимости. К ней добавляется нормативная прибыль и образуется оптовая цена предприятия. Затем добавляется так называемая торговая наценка оптовая, розничная оценка, налог с оборота и образуется в конечном итоге розничная цена. То есть та цена, по которой те же рабочие с этих предприятий, другие трудящиеся, покупают продукцию в магазинах. Ну давайте посмотрим. Если в центре, во главе угла экономики поставлено снижение себестоимости продукции, все страны потрудились на своих рабочих местах, коллективах, заводах, на этом заводе, на другом, произошло снижение себестоимости продукции. Прибыль, она образуется по нормативу к себестоимости. Она тоже уменьшилась. Она не была никогда главной в советское время. Она была вторичным показателем. Соответственно, уменьшился размер оптовой цены. Соответственно, появилась экономическая возможность, повторяю, экономическая возможность, снижение розничных цен. А что означает снижение розничных цен? Повышение благосостояния всех трудящихся. Обратите внимание, даже если не растет зарплата у рабочих на заводе, если снижаются розничные цены, это означает рост реального содержания заработной платы. И это был главный экономический интерес, главный стержень всей системы экономических методов, системы экономических методов советской экономики. Были дополнительные методы. Когда? Если на каком-то рабочем месте, или в каком-то коллективе добились больших, лучших результатов по снижению затрат труда и себестоимости, им дополнительно давалась премия. Сверх того, то есть помимо того, что повышалось благосостояние этих рабочих и этого коллектива за счет снижения розничных целей, они дополнительно получали премию, поскольку лучше работали, чем люди. То есть получалась система методов стимулирования. Главное, коренные, общественные интересы. Несколько коллективные, личные интересы, некоренные. Но мы в примере, так сказать, из истории знаем, что был период с 47 по 53 год, когда происходило ежегодное снижение розничных целей. Вот свидетельство. Результат действия функционирования советской экономики. И это не благотворительность советского правительства. Или лично товарищ Сталин вот решил снизить цены. Это результат функционирования советской экономики. Могу привести другие цифры. Они очень показательные, хорошие. К 60-му году по уровню производительности труда советская экономика вышла на третье место в мире после Соединенных Штатов Америки и Франции. Это выдающееся достижение. Даже в годы войны, тяжелейшие годы испытаний борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, росла и производительность труда, и снижалась себестоимость. За три года с 42-го по 45-й год производительность труда в оборонных отраслях выросла в два раза. И себестоимость соответственно снизилась в два раза. Ну а что произошло дальше? Дальше история нам показывает период контрреволюции, разрушения социализма. Оно тоже шло, кстати, поэтапно. После уничтожения политической основы социализма, диктатуры пролетариата, вот о котором уже говорилось, последовало, разумеется, экономическая реформа, так называемая экономическая реформа 65-го года. Тогда весь этот комплекс показателей системы оценки по снижению себестоимости и затрат труда, вот так вот убрали на задний план, на второе место, на первое место выставили стоимостные, то есть товарные показатели объема продукции в рублях. Ну давайте подумаем, вот вы директор предприятия, руководитель, вам ставят задачу. Если в прошлом году вы выпускали продукции на миллион рублей, в этом году, скажем, на 2 миллиона рублей, ну что надо сделать? Самый простой вывод, да увеличить затраты. Увеличить затраты. Если раньше у вас были железные винники, вы поставьте золотые. Можно даже натуральное выражение объема продукции снизиться, а в своем основном в рублях он у вас увеличится. Я заканчиваю, все. Заканчиваю. Естественно, это был этап уничтожения советской экономики и социализма в целом. Чем он завершился, к сожалению, мы знаем. Вывод. Есть период, есть позитивный опыт, который говорит о том, что при правильной организации советской экономики в соответствии с непосредственно общественной сущностью на основе законопотребительных то есть снижение затрат, снижение себестоимости. Мы имеем выдающиеся результаты. Поэтому я не сомневаюсь, что этот опыт будет учтен. Если не нами, то нашими последователями в деле строительства, развития, социализма. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова